Я заранее извинюсь, если что, за свой доклад, так как я непосредственно ехала с площади на искусств, вот, и готовиться мне пришлось в поезде, как, наверное, у большинства людей, моя заинтересованность событиями в стране началась с декабря, с декабрьских выборов, вот, с 4 декабря, точнее, раньше, мы с сестрой работали в штабе наблюдателей, мы организовывали наблюдателей, и я непосредственно находилась в штабе 4 и 5 декабря, мы останавливали карусели, точнее, пытались это делать, вот. И, при том, что я к политике не имею никакого отношения, я была в шоке от количества фальсификаций, количества вопросов, вот, начиная с 4 декабря. Вот. С этого момента я стала интересоваться всем, что происходит в нашей стране, связанных с митингами и выборами, но, я должна признать, что в Питере сильная волна была в декабрьских выборах, но, что касается президентских выборов, все было не так интенсивно. Вот. Но, что касается лично меня, то активная деятельность у меня началась 6 мая на Болотной площади. Вот. И весь май я провела в митингах в Санкт-Петербурге и Москве. Вот. Вот. Я первый раз в жизни была на митинге именно 6 мая на Болотной площади. Вот. Многие, наверное, знают эту фотографию, как... У меня... Да, у меня держат. Вот. Что на ней происходит? Да, я могу описать, что здесь происходило. Это каменный мост. Это петербург. Спуск с каменного моста на Болотную площадь. Болотная площадь – это место, где санкционировался митинг. И... На меня налетело 3 или 4 ОМОНовца. Вот. Дело в том, что налетать впереди не на кого было, кроме как на девушек. Вот. И они охотились за людьми, держащими флаг. У меня в руке был либертарианский флаг. Вот. Первый раз в жизни я держала в руках флаг. И первый раз в жизни я была на митинге. Я провела на нем 15 минут. Меня достаточно жестко задержали. Вот. Дело в том, что я прорвалась вперед, к эпицентру, для того, чтобы вытащить оттуда свою сестру. Которая также шла на ОМОН с флагом. Искандировала, не служу уродом, полиция с народом. Вот. Я сначала думала ее вытащить оттуда. Но посмотрев, что вокруг меня только беззащитные, совершенно беззащитные люди. Сзади меня были женщины лет 70. А впереди только достаточно безобидные молодые люди. Преимущественно женскую полу. Вот. Мне было стыдно уйти. Повернуть назад. Вот. И мы стояли с сестрой бок о бок. Скандируя. И, естественно, забесили молодых людей в шлемах. После чего они на нас набросились. Вот. Что касается протестного движения в Питере, которое началось параллельно с... По маршу миллиону. То есть началось это все 6 мая. И люди сидели днем и ночью на Исаакиевской площади. Я попала на Исаакиевскую площадь 8 числа. И в отличие от Москвы, нам не давали поставить ни столов, ни стендов, ни плакатов. И если говорить вообще о том движении, которое происходит в Москве и в Питере... Я прошу. После митинга? Да. Все-все-все. Люди пытаются непрерывно показывать власти, что они существуют, что они готовы бороться непрерывно. Что касается Питера, то это преимущественно либеральное движение. То есть, что касается коммунистов, националистов, они в радикальном меньшинстве. Вот. Тем не менее, мы поддерживаем со всеми... Пытаемся поддерживать со всеми дружеские отношения. Вот. Мы не выясняем взглядов людей. Мы все находимся под движением белой ленты. Вот. То, что людей интересует, это перевыборы. Система образования. Армия. То есть, три основные вещи, которые интересуют. Вот. Дело в том, что все эти посиделки в Москве и в Питере, которые называются оккупай, да? Правильно? Вот. Это все началось шестого вечера, после того, как санкционированный митинг был жестоко разорванным. Раз... 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 Разорванным. Разорванным на моем. И Навальный на Китай-городе устроил сиденье. Это было шестого вечера. Вот у нас москвичка. Вы сами там были? Меня забрали в семь часов вечера. Я имею ввиду на Болотной? На Болотной. Это все было ночью. Началось с ночи шестого на ночи седьмого. И все это началось где-то с семидесяти человек во главе с Навальным. И это было совершенно новое движение. Дело в том, что на этом мероприятии не было ни плакатов, ни лозунгов. То есть не совершалось никаких действий, за которые можно было бы забрать. Люди просто пили чай и пили Битлз. На Китай-городе это было седьмого. Это было седьмого. На следующий день по субболу. Да. Ну не важно. На Тверской городе. Ну не важно. В общем да. Потом через некоторое время их стало пятьсот. И их начали, точнее их попросили разойтись. Плевал. Вот. И интересно то, что Навальный не стал припираться с властями. И люди мирно и тихо пошли по Садовому кольцу. Если что, вы меня поправляете. Вот. И под гудки автомобилей люди гуляли по Садовому кольцу. Их стало около тысячи. И москвичи узнали о том, что в Китай-городе уже с Китай-города ОМОН ушел. Так как уже там никого не осталось. И Навальный вернулся на Китай-город. То есть они погуляли. Не стали противоречить правительству. Погуляли. И вернулись совершенно другим количеством народа. То есть эта система гуляний и сидений это не противоречие власти. Но только одно есть противоречие. Это то, что люди собираются. То, что люди не расходятся. И принцип того, что один уходит, потому что невозможно. Действительно, я на своем опыте знаю, что более двух суток просидеть невозможно. Без сна, без душа. Вот. И люди сменяются только таким образом, что один уходит, два приходят. Насколько это возможно. Вот. Что касается не Москвы, а Питера, то если их сравнивать, то, конечно, Москва, она очень большая. Питер, он очень маленький. И протестное движение в Москве, оно, конечно, очень большое. Питер, оно очень маленькое. Но оно действительно очень упорное. И тот гостяк, который был с самого начала, то есть 6 мая, даже раньше меня, он до сих пор на данный момент, они сидят там. Вот пока я здесь с вами разговариваю, эти люди сидят на улице, на площади у искусства у памятника Пушкина. Дело в том, что все начиналось в Петербурге с Исаакиевской площади, и люди продержались на одной площади три недели. Это очень много. За это время нас посетил Явлинский, Новицкий. Явлинский – это один из лидеров Яблока. Новицкий – это революционный певец. Что касается Милонова, это отдельная история. Законопроект Петербурга о пропаганде гомосексуализма, продвинутый Милоновым, был отдельно рассмотрен нашей оппозицией, Санкт-Петербургской, и когда Милонов решил посетить петербургскую оппозицию, Подавив нам гамбургеры и колу, типа мы голодная молодежь, Мы выстроились вдоль, в одну линию, напротив скамейек, не пуская людей класть гамбургеры и колу. И у каждого из нас на спине была бумажка, изображающая Милонова. Ну, в общем, да, мы встретили его специальной картинкой. Думаю, что когда-нибудь вы ее увидите. Я думаю, что они питерцы не очень представляют, чем известен этот господин. Ну, это Милонов, депутат Милонов, если правильно говорю. Милонов. Просто единородцы. Ну, единородцы, да. Вот. В общем. Ну, многие говорят, что питерское движение – это все очень смешно, или окупай вообще – это очень смешно. Я не считаю так. Если нас разгоняет начальник УВД Санкт-Петербурга, Смятский, вряд ли. Если нас посещают такие люди, как Явлинский и Милонов, вряд ли. Милонов – депутат, Явлинский – лидер Яблота. Вот. И через три недели нам заявили, что площадь подлежит ремонту, и попросили нас удалиться. В общем, прежде чем откуда-то уходить, люди требовали документов. И документов, подтвержденных печатью. Но, тем не менее, нам все равно принесли документы, и нам пришлось уйти через три недели на площадь искусств. Зайдя ненадолго на Александровскую площадь. Вот. Из последних событий, 31-го числа, у нас была проходка по Невскому проспекту. Это главная улица Санкт-Петербурга. И у нас было задержано 10 человек. Вот. На данный момент часть из них сидит. В общем, я готов отвечать на вопросы. Пожалуйста, вопрос...